друзья рад вас приветствовать на своем канале в якутии наступает осень очень так мягко мягко и приятно наступает это наверное связано с потеплением с климатом климат действительно очень мягкие у нас насыщенный запах прелых листьев он создает такой аромат в воздухе прям тянучий и это все дело попадает в легкие и хочется дышать и наслаждаться помните пушкина унылая пора а чей очарование приятна мне твоя прощальная краса люблю я пышная природа и увядание в багрянец в золото одетые леса в их сенях ветра шум и свежее дыхание и мглой волнистую покрыты небеса и редкий солнца луч и первые морозы и отдаленные седой зимы угрозы но это вот все прям настолько все в точку сказано или знаете если на деревьях листья пожелтели если в край далекие птицы улетели если небо хмурое если дождик льется это время осенью зовется это в садике нас учили а еще осень наступила высохли кусты и глядят вам но это это сейчас не про этом сейчас действительно хорошо сейчас тепло яркое солнце и в этот погожий денек осенний я собрался к тимофею собрался к тимофею не просто так собрался к тимофею испытывать лодку подводную лодку гладиус я был у тимофея уже несколько раз но все получалось как-то скомканно и видео не получала я один раз он не застал потом мы его заставили на обратном пути с рыбалки там поздоровались один раз привезли припасов до припасы просто у него оставили в избушке потому что сами его не за не застали но этот раз все-таки думаю что мне повезет и я просто приеду к другу пообщаюсь покажу это все дело вам с его разрешение просто судя по вашим комментариям вы тоже уже соскучились за нашим якутским отшельником и хотели бы посмотреть воочию где он и что так что едем запах и 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 уже Тимофея. Что-то зря, по-моему, я сюда поехал. Привет! Да не проколю, всё нормально. Это я к тебе. Запутался? Да, немного есть. Ну привет. Пошли, пошли, чай хочу. Еле приехал к тебе. У тебя жара? Обязательно. А сейчас везде жара. Нет, у меня вообще жара. Те, кто следит за роликами, в котором я показываю жизнь Тимофея, прекрасно знают, что совсем недавно к Тимофею невозможно было прорваться. Возле его избушки была ледяная полоса препятствий, самая настоящая. Можно было там угодить в какую-то ловушку, перебираться надо было, тыкая палками перед собой. А сейчас, сейчас там такая аллея из стрельников. При великому сожалению у меня испортился вот этот основной файл. Вы видели вот эти зеленые полосы. Там мне Тимофей показывал, как он пек хлеб. Было все, конечно, интересно. И я ему показал там вот эту подводную лодку, которую я привез с собой в рюкзаке. Так что вы уж простите, но было действительно интересно. Не знаю, снял, не снял. Вот там у меня GoPro заклинило или что с ней случилось. Короче говоря, вот хлеб. Горячий. Горячий хлеб. Запах такой, как в пекарне. У него, ну да, у него и деревянный. Ну а сам держи. Вот и вон держать. Он, прикинь, он вот так вот может. Вот так вот может. Ага, вот так может. Один раз, прикинь, я уже испытал. Один раз испытал. У меня сюда камень попал. Вот в этот мотор. Ну давай, короче, вот так вот крутится. У меня, блин, паника. Нифига. Сетки поставить надо? Сетки поставить надо. Подо льдом. Нет. Аааа, точно. А у меня где-то есть грязь. Ну он видит. Видишь тут, наверное, от аэродинамики что-то зависит? Поэтому не ставят сетки. Может быть. так ладно давай сфоткаемся вот еще раз вот так я не знаю то которое я по карте я по карте увидел по карте увидел что есть озерцо туда туда бы туда бы за это заглянуть вообще смотри обливался травы наелся но полечился значит схуднутый спортсмен спортсмен пекарни ребят обалдеть вкус специфический и запах чего остынет так все сбор кутусов да 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 и так тимофей в своей избушке испек хлеб и после того как он испек хлеб в доме была невыносимая жара и из-за этого он засобирался куда-то погулять что-нибудь сделать и тут я ему подвернулся как раз и мы поедем сейчас на прогулку и заодно испытаем эту подводную лодку показываю вам осенние красоты это угодье тимофея кстати река заметно обмелела вообще у очень сильно обмелела река и для того чтобы ловить рыбу тимофей уходит дальше по течению и переплывает на ту сторону там вообще целое дело у него ну а следующие кадры я вам специально покажу для контраста как говорится скоро во всех кинотеатрах россии да мы скоро увидим вот этот заснеженный пейзаж мы скоро окунемся в этот туман в одеяло которым будут покрыты все растения и мы окажемся в цепких лапах зимы так что друзья это будет совсем скоро а пока а пока друзья у нас мы наслаждаемся теплой осенью сначала будет 20 потом 30 потом 45 потом стукник 50 а потом уже 30-20 будет казаться просто теплым давай я рюкзак уходим давай тяжеловатый на так сейчас стартанем это же старица называется да там и ручная рыба и караси все есть наверно все есть но я думаю что поснимаем что нибудь по-любому это все итак мы с тимофеем посидели выпили чайка и обсудили на какое озеро мы поедем мы поехали в этот раз на старицу старица это старое русло реки в которой рыбу как будто закрывает замок то есть когда вода полная туда заходит рыба и когда обмелевает рыба там остается там и речная и озерная ну поехали с посмотрим снимем что там есть нажимай и так оператор тимофей меньшиков на рулялись петрович ехай давай рыбу будем тимофея снимать так распаковываем итак два отсека в чемодане первый чемодан это с управлением а второй чемодан с самой подводной лодки тут есть видите для нее полотенце вот так достаем эту подводную лодку все это дело закрыто все это дело закрыто резиночками а вот это кабель вы знаете насчет кабеля очень даже очень даже интересно когда когда лодка уходит начинается такая легкая дезориентация я уже пробовал я вам показывал и по этому кабелю можно ее просто вытащить так что нужная штука одну часть кабеля мы втыкаем саму лодку вот так плотненько закручиваем а вторая часть вот такой роутер попадает здесь у нас память вот эта вторая часть кабеля все сейчас мы соберем вот такой пульт пульт собирается тоже очень легко вот так вот так вот он собирается так вот раз вот вот такое управление будет на лодке это грузик балласт для соленой воды а в нем сейчас балласт для пресной воды так что все в принципе можно так сказать все собрано сейчас разматываем и запустим вот туда вот так пошел шнур у нас давай чем дальше тем ну чуть чуть подальше все и шнур подтянуть надо так мы сейчас включаем здесь приложение так так это у нас дрон приложение называется вот так вот подключили так вот сейчас тут старт загорится все старт все и вот мы мы уже видим что у нас тут происходит ну-ка снимая да и меня снимай вот у нас что нажимаем кнопку потухла а ничего вот так вот как-то держи так вот чтоб тебе было видно нажимаем кнопку вот эту вот винты так вот этими вот этими штуками вот это лампа а вот это угол поворота вот смотри и вот на этой картинке вот на этой картинке видно насколько она поворачивает но пока мы только мутную воду видим потухла я пока ничего не вижу олег опять потухла а это ничего страшного у меня тебя не видишь ну да да так и что мы тут делаем ты включим погружаемся 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 темно становится опа в дно уперся блин был зарыл зараза поддернуть его не надо видишь что у нас творится видишь что у нас творится у него свет есть? да я включил 18% ну сейчас вот побольше включу 70 100% а глубину не показывается? хай ёп пернотеатр опять нет глубину показывают вон смотри все есть температуру воды а вижу итак вода в этой старице оказалась слишком мутная мы с Тимофеем безуспешно попытались хоть что-то снять и у нас ничего не получилось представляете а Тимофей увидел уток и что ты вот когда так делаешь они возвращаются на тебя? ну иногда ну блин так ладно продолжаем испытание ну и как я уже сказал вода в этой старице оказалась мутная кстати в этой старице была и и щука и карась но мы решили перебраться к Вилюю так как Вилюй был совсем близко и продолжить испытание уже там совсем немного изменили место дислокации туда где травы было поменьше подъехали поближе чтобы не пугать коней ну и перемена дислокации абсолютно не помогла эта сторона Вилюя оказалась совсем мелкой и непригодной для плавания дрона то есть он постоянно тыкался в песок сейчас покажу вам что мы с Тимофеем наснимали вот здесь Тимофей сказал что надо ехать на глубокие места ехать надо в заповеднике смотреть надо в ямах то есть в том месте где дрону будет место для маневра вот так сказал Тимофей да и я с ним соглашусь и наверное и вы согласитесь что в мелких водах или в мутных абсолютно снимать без вообще без толку ну и вот смотрите когда дрон бесцельно тыкался и уткнулся именно в дно ну получается в берег то видите начали проносить со стаи мальков когда мы выключили пропеллеры вот перед нами образовался вот такой аквариум так что надо ехать испытывать а вообще для дрона нужна практика и как можно больше эксплуатации чтобы нарабатывать опыт дело в том что когда воздушный дрон я отпускал там от себя то у меня там аж сердце заходилось когда 100 100 тысяч тебя уходит в точку и ты абсолютно его даже не видишь и не слышишь это конечно ощущение ощущение из неприятных ну по крайней мере вот так получилось что получилось то и получилось вы видите эти лучи тимофей тут подводную лодку стирает лучи вообще конкретные красота видишь ну и вот тимофей постановил что рыбу этой штукой не поймаешь хороша камера для обследования днища кораблей для всяких разнообразных этих штук можно даже сети проверять да как раз может быть чтобы чтобы она только в сетях не запуталась да ну в принципе штук хорошая будем еще раз будем еще испытывать испытывать еще не только вот в таких старицах вот что там вода слишком мутная была да да слишком мутная вода ни хрена не видно ну то такое ладно ребят вот просили тимофея вот вам тимофей живой здоровый с нормальным настроением а я прощаюсь с вами друзья до скорой встречи все до свидания до свидания ребят друзья и так эту лодочку мне выслали из москвы из магазина коптер тайм для обзора и я все таки не теряя ее надежды приобрести если вы поможете я буду рад я получил уже от вас поддержку после первого ролика с испытаниями этой лодки мне было переведено уже шесть тысяч спасибо вам огромное будем продолжать копить это номер карты и друзья спасибо вам огромное за поддержку до скорых встреч в скором времени увидимся чай пить чай пить чай пить опять что ли ну пойдем